Подмосковный город Бронницы вырос на месте села Броничи. Название это не случайное. С 1453 года населяли село мастера-оружейники, изготавливавшие броню и плетеную кольчугу. Их и называли Бронниками. А в 1782 году в Бронницах начинают изготавливать ювелирные украшения. И, конечно, распространение получил цепочный промысел, ведь цепочка – это, по сути, разобранная кольчуга. Цепочки создавались для разных целей – ношения нагрудных украшений, часов, кулонов и крестиков. Кустари-ювелиры из поколения в поколение передавали секреты древнего мастерства. Давайте узнаем, как сегодня работают мастера-ювелиры города Бронницы. Начинается производство, конечно, с металла. Да не простого, а благородного – серебра и золота. Перед нами слиток золота весом в 12 килограммов и два слитка серебра по 30 килограммов каждый. Признайтесь, когда вы последний раз видели столько драгоценного металла? Большинство из нас впервые. А бронницкие мастера относятся к нему, как к простому сырью, требующемуся для создания их изысканных изделий. Золотой слиток помещают в строгольный станок и начинают снимать стружку. Осторожно, мягкой кистью золотую стружку сметают в контейнер. Теперь на весы. Золото тщательно взвешивают на всех этапах создания цепочек. Контроль веса – это основа любого ювелирного производства. После взвешивания начинается создание шихты для разноцветного золота. Это делается путем смешивания с серебром и другими лигирующими компонентами. Золото на заводе делают красным, желтым, белым и даже зеленым на любой вкус. Но, несмотря на цвет, оно строго соответствует обязательной 585-й пробе. Теперь в гранулятор. Там металл плавится и, проходя через воду, приобретает вид капелек – гранул. Мокрые гранулы помещают на 4 часа в сушильный шкаф. Там они сохнут при температуре 120 градусов. Просохшие гранулы засыпают в печь непрерывного литья. Из печи после прохождения через форму появляется на свет золотая проволока и отправляется в станок для волочения. Проходя через станок, проволока становится тоньше в диаметре. В аппарате, похожем на бытовую стиральную машинку, проволоку проматывают в воде с добавлением специального раствора и несут на отжиг. Для этого процесса применяют печи с защитной газовой средой. Цель отжига – привести сплав в равновесное состояние. С металла снимается напряжение, и он становится более мягким и податливым. После отжига проволоку опять протягивают через волочильный станок. Снова отжиг, и так несколько раз до получения проволоки необходимого диаметра. И вот она, наконец, готова отправиться к ювелирам в цех сборки. Последуем за ней. Ювелир в цехе ручной сборки начинает создание цепочки с витейки. На станке проволока скручивается в пружинку – витейку. С этой пружинкой и происходит работа мастера. Витейку растригают на звенья, а затем из звеньев идет сборка цепочки. Цепочки на заводе плетут самые разные – розочки и ленточки, веревочки, шпрингелевые вязки, византийские и многие другие. Различаются они не только техникой плетения, но и размером, а также диаметром проволоки. Есть изделия, которые отличаются и по цветовой гамме. Цепочки из нескольких цветов золота – это классический бронницкий вариант. На собранные звенья с помощью тонкой беличьей кисточки наносят золотой припой. Спаивают, расправляют, проверяют качество и цепочки, готовые к отправке в следующий цех. Но мы пока оставим их в процессе сборки и пройдем на участок вязки, где цепочки плетут машины. Этот участок завода вмещает более ста цепевязальных станков. Каждый из них строго специализирован, он плетет цепочку только одного вида и размера. Так получается более ста моделей цепочек. Работники завода дают некоторым станкам имена. Они происходят от вязки цепочки, которую создает станок. Например, этот называют «бабушкой» от итальянской вязки по названию «нонна», что переводится как «бабушка». А где цепочки, которые мы оставили в сборочном цехе? Они уже на участке с колодки и огранки. Сначала их сколачивают, пропускают через аппарат. Там под действием прессы цепочки принимают ровную и определенную форму, становятся овальными или квадратными, круглыми или плоскими. Пора на огранку. Цепочку наматывают на вал станка и при температуре минус 20 градусов замораживают. Теперь она никуда не сдвинется под резцом мастера и будет идеальной для огранки. На таком станке можно обработать сразу до 3 килограммов цепочек, но он производит только двухстороннюю огранку. Для более сложной огранки существуют станки без морозильного барабана. Они не предназначены для большого объема, зато могут создать 6, 8 и даже 12-стороннюю огранку. А этот станок гранит по окружности. Такая огранка нужна, например, византийской цепочке. Отсюда наши ажурные изделия отправят на заключительную стадию – монтировку. На этом участке цепочки режут по размеру, вставляют замочки, оконцовывают. Кстати, бронницы – единственное ювелирное производство, где золото используют даже в пружинке замка. На всех остальных ставят стальные пружинки. Цепочка собрана, и на нее наводят глянец. Она сверкает, переливается и радует глаз. Настоящее украшение, которое всегда будет в моде.